Есть такая притча. Мудрец носил воду в двух горшках, один из которых был с трещинами. Каждый день он приносил домой только половину воды из треснувшего горшка. Однажды сам горшок сказал, прости, что я не могу выполнить свою задачу полностью. Мудрец ответил, ты выполняешь ее полностью. По твоей стороне дороги растут цветы, которые я поливаю благодаря тебе. Вопрос такой. Вот с одной стороны есть в нас трещина. Вы все время о ней говорите. Наш эгоизм. С другой стороны, получается, что эта трещина необходима. Что она что-то дает, что-то поливает. Что она поливает? Что мой эгоизм может полить? Наши эгоистические желания. Если они не будут существовать, то мы не сможем их расправлять. Мы не сможем действовать. Существовать. И поэтому эти эгоистические желания, мы с ними родились, мы с ними живем. И кто знает, когда мы от них избавимся. Но они необходимы, да? Они необходимы. Вот скажите, пожалуйста, вот тут сам горшок в конце сказал, что я не выполняю твою функцию. Он сказал мудрецу. Ты меня носишь, а я там треснутый. Вот скажите, пожалуйста, что это для самого горшка? Вот это вот понимание, что он треснутый. Вот осознание того, что мы эгоисты, что дает нам? Вот что мы горшки такие треснутые. Что это человеку дает? Это смотря на каком этапе. Но, в принципе, потом это дает горечь, сожаление о том, что ты от этого никуда не можешь убежать. То есть это не очень хорошо, что мы осознаем, что мы треснутые? Нет, осознание – это хорошо, но а что дальше? Потом надо каким-то образом влиять на Творца, чтобы он исправил эгоизм. А это, к сожалению, очень трудно. То есть может быть такой этап, что мы осознаем, что мы эгоисты и на этом останавливаемся, да? Где-то так мы останавливаемся, да. А это неправильно? Неправильно, конечно. И еще один вопрос. Что для человека важнее – исправить свои трещины или же научиться использовать их? То, что ты можешь использовать правильно – используй. А то, что не можешь использовать правильно – то проси об исправлении. До новых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует... ... Продолжение следует...